ПСАЛОН Откройте 102 ПСАЛОН Я люблю Господа, и люблю питаться Его Словом. И мне не надоедает слушать Писание, потому что они меня питают. И нужно делать это постоянно. Это не то, что вы услышали, это не то, что вы знаете. Результаты приносят то, чем сегодня переполнено ваше сердце, и на основании чего вы поступаете? Насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Я люблю это Писание. Даже если вам 20 лет, начните исповедовать это. Насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Отсюда я извлекаю, что нам не нужно уходить из этой жизни ковыляя. Если мы будем ходить путями Божьими, то можем быть сильными в Господе. Вряд ли такое возможно, если вы будете вести аморальный образ жизни, делать все то, что делает этот мир, поскольку все это помогает вам умереть молодым. Но все, что делает Бог, помогает вам жить долго и обновляет вашу юность. Хождение в любви помогает вам жить долго и обновляет вашу юность. Аллилуйя! Когда вы питаетесь Словом Божьим и вкладываете его в свои уста, это насыщает благами ваше желание. И тогда ваша юность обновляется. Думаю, вам следует об этом верить. По-моему, как только вы прочитали это место Писания, вам, независимо от возраста, следует верить о том, что ваша юность обновляется. И даже если вы уже постарше, это никогда не поздно. Слава Богу! Начните верить. Верьте Богу о том, что вы останетесь невредимы в духе, душе и теле. Вам не нужно болеть, чтобы умереть. Когда придет ваше время уйти, вы просто оставите это место. Не волнуйтесь об этом. Мы позаботимся о вашем теле. Подкрасим, принарядим, уложим в красивую коробочку. Вас не станет. Вы будете праздновать там, на верху, в славе. Я люблю думать о небесах. Когда вы будете там гулять, когда вы попадете на небеса, несколько дней назад на одном из собраний у нас была женщина, которая исцелилась от менингита, одной из форм менингита. Это была пожилая женщина. Ее дочери рассказывали, что они делали то же самое, что делали Келли и Вин, когда наши внучки поставили тот же диагноз. У нее была разновидность менингита, и врачи сказали, к завтрашнему дню станет ясно, выздоровит она или нет. Это было очень серьезно. Люди умирали от него. Умерло несколько детей. По крайней мере, один ребенок умер в этой больнице от такого менингита всего несколько дней до того. Мы все были в горах и катались на лыжах. Все было хорошо. Мы были там четыре дня. Они вернулись домой, а мы с Кеном еще оставались в Колорадо. И все разразилось утром на Рождество. Раз у них не было ни малейшего представления. Линси была как бы без сознания, когда они нашли ее в то утро. Семья, о которой я говорю, стояла в очереди на молитву. Это было несколько собраний назад. Две девочки с матерью. А эта женщина была уже по ту сторону. С ней уже происходило то, что я рассказываю вам, произойдет и с вами, когда вы уйдете. Она уже видела дорогих ей людей на той стороне. А эти две дочери не дали ей уйти. Они сказали, Мы сделали то, что, как мы читали, сделали Келли Вин. И они вернули эту женщину назад. Она сказала, что видела дорогих ей людей. Если бы сегодня вам пришлось умереть, вы бы просто оставили свое тело. Ваше тело осталось бы здесь. Мы бы о нем позаботились ради вас. А вы в одно мгновение оказались бы там среди тех, кого вы любите. Вы бы там встретились со своими родственниками, которые молились за вас в прошлых поколениях, задолго до вас. А вы этого даже не знали. Вы бы встретились с членами вашей семьи, которые сто, двести и больше лет тому назад молились о том, чтобы их внуки, правнуки, праправнуки и прапраправнуки были верующими в Господа Иисуса Христа. Там были бы ангелы. Я верю, что Иисус пришел бы на мою вечеринку. Я Его там ожидаю. Аллилуйя. Господь, я приглашаю тебя туда, когда я приду. Аллилуйя. И как бы там было? Там было бы радостно, весело, славно, замечательно. И жилось бы так, как вы всегда хотели бы жить на земле. Нет, нам нечего бояться смерти. И сегодня мне захотелось показать вам местописание об этом. Насыщает благами желание Твое. Обновляется подобно орлу юность Твоя. Посмотрим местописание смерти. Кен говорит о страхе смерти. Он говорит, что в основе всякого страха лежит страх смерти. Посмотрим Евангелие от Иоанна 5.25. У нас нет причин бояться смерти. Смерть для нас будет благословением. Когда мы умрем, мы будем благословлены. Мы хотим прожить полное число наших дней, потому что хотим исполнить то, к чему нас призвал Бог, пока мы здесь на земле. Это единственная причина, чтобы оставаться здесь. Божья работа. Истинно, истинно. Это говорит Иисус в Иоанна 5.24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, имеет, имеет ее сейчас, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Когда мы перешли от смерти? Когда мы сделали Иисуса Христа Господом Своей жизни, тогда мы перешли. Понимаете, мы перешли. Переходить — это выражение лучше, чем уходить. Когда вы умираете, вы не уходите, а переходите. Вы идете отсюда в лучшее место. Но мы уже перешли от смерти в жизнь. Теперь обратимся к Евангелию от Иоанна 8.51. Хорошо знать, что не нужно бояться, особенно в этом безумном, суетном мире, в котором мы живем. Правда? «Истинно, истинно говорю вам» Это Иоанна 8.51. «Истинно, истинно говорю вам», говорит Иисус. «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Помните Ангела Смерти в сериале «Прикосновение Ангела»? Вы его не увидите, этого Духа Смерти. Смерть не имеет к нам никакого отношения. Мы уже перешли от нее. Слава Богу! Послушайте этот стих в расширенном переводе. Вам нравится, что говорит Слово Божье? Уверяю вас, говорю вам очень серьезно, если кто будет исполнять Мое учение и будет жить в соответствии с Моим посланием, соблюдет Мое Слово, тот ни в коем случае не увидит и не испытает смерть. Какое Писание? Слава Богу! Ни в коем случае не увидит и не испытает смерть. Теперь посмотрим 11 главу Евангелия от Иоанна. Знаете что? Я лишь сегодня об этом подумала. Не помню, чтобы я думала об этом раньше. Разве не удивительно, что все эти места Писания, которые я вам читаю, написаны Иоанном? Он говорил об этом больше кого бы то ни было. И именно его не могли убить. Это его варили в масле. Но он верил, что это над ним невластно и прожил полное число своих дней при очень тяжелых, очень тяжелых обстоятельствах. Его вынуждены были сослать, лишь бы от него избавиться. 11.25 Его отправили в ссылку на остров Патмос. И там он получил откровение. Величайшее откровение всей своей жизни он получил в ссылке. Его невозможно было остановить. 25-26 стихи Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». И затем он сказал, «Веришь ли сему?» И я спрашиваю вас, «Верите ли сему?» «Не умрет вовек». Слава Богу! Это о нас. Посмотрим первое послание Иоанна 3.14. Я слышу там сегодня гром. Это напомнило мне один случай, произошедший со мной в Талахасе. 3.14. «Мы знаем, что мы перешли». Это замечательное описание. «Мы знаем». Скажите, «Мы знаем». «Мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев». «Мы перешли». «Мы перешли». «Уже перешли». То есть, когда мы все уйдем отсюда, если это будет одновременно, возможно, и нет. Не думаю, чтобы вся эта группа ушла одновременно. Я думаю, мы все просто изменимся. Когда мы уйдем, то мы все соберемся вместе. Но если бы мы ушли одновременно, мы бы просто перешли отсюда в небеса, в Божий мир, в то место, проявление которого мы так искали на земле. мы так искали небес на земле. И мы это получим здесь, прежде чем уйдем. Но тогда мы будем там. Мы будем там. А наше тело будет здесь. Мы его подкрасим, сделаем вам прическу, наденем на вас красивую одежду. Возможно, когда вы умрете, на вас будет самая лучшая одежда, какую вы только носили за всю свою жизнь. Но знаете что? Это уже будете не вы. Это лишь ваш дом. Это ваш земной костюм. А вы уже не здесь. Слава Богу. Мне хочется бегать от одной мысли о том, что мы уже перешли. Иногда люди так боятся смерти, что им трудно принять исцеление, ведь они постоянно в тисках страха смерти. Нам нечего бояться в смерти. Но исцеление принадлежит нам, и нам принадлежит долгая земная жизнь в служении Богу. И мы хотим быть здесь, чтобы воздавать Ему славу и делать что-то для Него так, чтобы это было лучше и лучше. Мы верим и видим в Библии, что воля Божья состоит в том, чтобы мы прожили полное число своих дней. И мы можем прожить полное число своих дней без страха перед смертью, перед сибирской язвой, без страха перед террористами, без страха перед болезнью, без страха перед катастрофами. Этот гром напомнил мне об одном бедстве, которое пропустило, и я рада, что я пропустила его. И вот как это было в тот день в Талахасе. Послышался гром, но в таком большом здании вам не грозит промокнуть. Поэтому снаружи шел дождь, и когда вы в здании, то не обращайте на это внимания. Так было и в тот день. В тот день было служение и исцеление. Я продолжала проповедовать, не обращая ни на что внимания. Я даже не запретила этому, потому что меня это не беспокоило. И я проповедовала. Когда я начинаю проповедовать, я увлекаюсь. Я стояла на подиуме и услышала гром, который прозвучал довольно громко. Я услышала грохот. Я не успела и глазом моргнуть, как на мою Библию закапал дождь. Это уже серьезно. Я посмотрела вверх и увидела дыру в крыше Талахасского центра для конференции. Пока шло наше собрание, налетел торнадо и ударил в это здание. И тут начался беспорядок. Вещи смешались, все вокруг на том собрании начало падать. И тогда я ему запретила и приказала войти в землю. До этого я просто не поняла, что это нужно сделать. Мне это не мешало. Но затем мы это сделали. И вот что на следующее утро писали газеты. Понимаете, ваши слова имеют силу. Нельзя постоянно говорить «Я болен» и ожидать исцеления. Ваши слова имеют силу, что бы вы ни говорили. Не говорите то, что есть в вашем теле. Говорите то, что Бог говорит в своем слове. Именно это принадлежит вам. И именно это вы хотите, чтобы произошло. Всего несколько недель до этого я слышала от брата Джерри Савейла, как Господь поправил его за фразу «Меня просто сносит». Знаете, несколько лет назад все стали говорить эту фразу «Меня просто сносит». Когда он это сказал, я вспомнила, что мне и до этого она несколько резала слух. Но я подумала, «Ну это уж слишком. Это уж слишком считать, что такая простая фраза, которую все говорят, может принести вред моему благополучию». Но Джерри сказал, что ему так сказал Господь. И я подумала, «Значит, это так». Если Господь сказал об этом Джерри, я говорила, что я быстро учусь. Я подумала, «Я перестану так говорить». Знаете, вы не думайте, я не окажусь в такой ситуации, когда меня может снести. По-моему, не прошло 30 дней, прежде чем я оказалась на том собрании в Талахасе, и где я упустила самую лучшую возможность оказаться снесенной. На следующее утро в газете, у меня до сих пор эта газета, на первой странице была схема движения этого торнадо. И вот мы были здесь, в этом здании, воздавая Богу славу. Служение и исцеление было в самом разгаре. Торнадо начался на окраине города и направился прямо на этот центр для конференций. И когда он обрушился на центр для конференций, мы ему запретили. В газете был показан путь торнадо. По-моему, он был изображен в двух цветах. Я не уверена. Его путь пролег через весь город, дошел до центра для конференций, и все. Он не пошел дальше. Но в тот день прямо за мной были так называемые слоновьи двери. Их называют так, потому что это огромные массивные двери. И, кстати, на следующей неделе здесь будет выступать цирк. И главный клоун верующий. Он был здесь на этой неделе и служил детям. Чудесно, правда? В его семье уже семь поколений артистов цирка. Его зовут клоун Белла. Итак, слоновьи двери находились за мной. И когда торнадо снес крышу, эти огромные стальные двери почти сорвало с петель. Они держались на одном углу. А я была недалеко от этих дверей. Меня могло снести. Так что стоит прислушиваться, понимаете? Я перестала так говорить. Я сказала, я больше не буду так говорить, и я запрещаю этим словам. И когда налетел торнадо, он ничего не смог сделать. Ни один человек не пострадал. Люди даже не испугались. Я подумала, так, я буду как капитан корабля. Я буду оставаться на сцене, пока все не выйдут. Потому что к тому моменту ко мне подбежал мужчина и сказал, нужно всех эвакуировать из здания. Я буду капитан Глори. И знаете что? До тех пор, пока я там стояла, люди тоже не хотели уходить. Пока я там стояла, некоторые люди стали уходить, но другие подошли поближе и хотели поговорить. Здесь идет эвакуация людей из здания из-за торнадо, а им хочется поговорить. Но все вышли. Меня посадили сзади. Я просидела минут 30, пока все это происходило. Всех людей собрали в комнату и заставили подождать. А затем вернулся Джон и спросил, мама, ты хочешь закончить служение исцеления? Я сказала, конечно. И мы пошли в ту комнату, и я закончила проповедь. А затем мы возлагали руки на больных. Нам сказали, можете оставаться здесь до часу 30. Мы возлагали руки на больных, не помню, до которого часа. Люди стояли вдоль стен этой большой квадратной комнаты, и мы закончили наше служение исцеления. Слава Богу, ни один человек не пострадал. По-моему, на одну машину что-то сдуло и был нанесен небольшой вред. Но никто из людей не пострадал. Говорю вам, ходить с Богом выгодно. И выгодно быть тем, кого люди в естественном мире называют фанатиком из-за того, что он перестал употреблять сленг вроде «меня просто сносит». Я больше так не говорю. Поверьте, я больше так не говорю. Но я перестала это делать до того, как это произошло. А что могло бы произойти? Я не знаю, что бы произошло, не прекрати я так говорить. Я бы надеялась, что все переживу. Но я так рада, что перестала это делать. Кто хочет знать, что бы произошло? Давайте просто будем послушными. Аминь. Мы уже перешли от смерти в жизнь. Нам нечего бояться смерти. Но тем не менее, Бог желает, чтобы мы прожили полное число своих дней. В Исходе 23-25 сказано «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле Твоей. Число дней Твоих сделаю полным. Бог хочет, чтобы мы жили на земле долго. Он хочет, чтобы мы прожили полное число своих дней. Служай Ему. И, скорее всего, единственный путь прожить полное число своих дней, это служить Богу, слушаться Его и выходить Его путями, поскольку грех сокращает вам жизнь. Непослушание сокращает вам жизнь. Но служение Богу делает число ваших дней полным. даже после грехопадения человека Бог указывал человеку, как иметь мир и быть здоровым. И сейчас я зачитаю местописание об этом. Вы можете либо просто слушать, как я буду вам их читать, либо можете сами их открыть. Таразаконие 6, 24, 25. Так хорошо понимать, каков Бог и как Он благ, и знать, что даже в Ветхом Завете Бог указывал своему народу путь к здоровью, безопасности и победе. У них было обетование, освобождение в будущем, но у них не было спасителя. Но даже имея духовно мертвый дух, они, исполняя Слово Божье, могли бы иметь хорошую жизнь на земле. Насколько же более мы, искупленные от проклятия, рожденные свыше по подобию Божьему и исполненные Духа Святого, насколько же более мы можем жить в свободе от проклятия? Проклятие исходит от Ветхого Завета. То есть, в нем мы находим, что такое проклятие. Сказано, что в Новом Завете Иисус искупил нас от этого проклятия, но люди в Ветхом Завете могли бы жить под благословением, если бы они слушались Бога. Они могли бы жить в свободе от проклятия. Насколько же более можем мы, живущие по лучшему Завету, с лучшими обетованиями, после того, как Господь Иисус Христос покончил с болезнями, покончил с грехом? Слава Богу! Итак, Второзаконие 6, 24-25. И заповедал нам Господь исполнять все постановления Мессии, чтобы мы боялись Господа. Боялись Господа всегда. Даже в атмосфере проклятия не могли так жить. Дабы хорошо было нам во все дни. Исполняйте Слово Божье, чтобы вам было хорошо. Исполняйте постановления, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. Бог всегда хотел, чтобы Его народ имел жизнь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего. Исполнение Слова Божьего было для них праведностью, а мы стали праведными. Однако, чтобы в нашей жизни проявились благословения, нам нужно поступать праведно. Всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. А в пятой главе второзакония сказано, «Ой, если бы сердце их было у них таково! Вот Бог, Божья сторона, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». У Бога в сердце, чтобы мы исполняли Его Слово для того, чтобы нам было хорошо. У Него в сердце, чтобы было хорошо нам и нашим детям. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы. Пути Божьи ведут к жизни. И хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, в которой вы служите. И так вы проживете много времени, соблюдая Слово Божье и повинуясь Ему. «Сколько раз я хотел собрать детей Твоих, сказал Иисус, смотря на Иерусалим, как птица собирают птенцов своих подкрылья, и вы не захотели». Знаете, ваши слова имеют самое непосредственное отношение к тому, как вы живете сегодня. То, что вы говорите, истинно. Много-много лет назад мы услышали одну из первых кассет брата Хейгена, которая изменила нашу жизнь, о том, что вы можете иметь то, что говорите. Евангелие от Марка 11, 23. Вы можете иметь то, что говорите. Что бы вы ни говорили, и во что бы вы ни верили сердцем, именно это вы и получите. То, что вы говорите, исходит из вашего сердца. Так учит нас Иисус в 12 главе от Матфея. То, что вы говорите, исходит из вашего сердца. А то, что исходит из вашего сердца, это то, во что вы верите. Вы должны заменить то, во что вы верите, естественным путем, без влияния Слова Божьего. Вы должны заменить это в своем сердце тем, что говорит Бог, если вы хотите ходить в победе. Так что мы имеем то, что постоянно говорим. В этом месте Писания Иисус говорит, и это то, что вы хотите сегодня сделать, когда мы будем молиться, чтобы мы верили, что получаем. Когда мы будем молиться, верьте, что получаете исцеление и никогда не отходите от этого. Не говорите ничего, кроме того, что о вашем исцелении говорит Слово Божье. Вам важно иметь набор исцеления. Нужно, чтобы материалы об исцелении были у вас под рукой. Вам нужно постоянно питаться словом об исцелении, чтобы оставаться здоровым. И как только появится какой-то симптом, берите Библию, находите местописание. В этой книге перечислены такие местописания. Смотрите видеозаписи наших передач об исцелении. Читайте эти книги при любой возможности. Нам не нужно болеть, потому что Иисус взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И как сказал Петр, ранами Его, мы исцелились. Мы уже исцелились. Нам нужно лишь поставить себя в такое положение, чтобы это принять. Это все, что нам нужно, чтобы исцелиться. Это все, что нам нужно, чтобы спастись. Если вы еще не рождены свыше, вам нужно поставить себя в такое положение, чтобы отдать себя Ему. Иисус сказал, «Я есть дверь. Кто войдет в Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Неважно, какое у вас прошлое. Возможно, у вас самый подлый характер. Неважно, что вы сделали, какое у вас прошлое. Каждый человек может войти в дверь Господа Иисуса Христа и спастись. Родиться свыше, освободиться, исцелиться. Я хочу показать вам, как это сделать. Вам нужно лишь сделать выбор. Выберите его. Скажите, «Иисус, я делаю Тебя Господом моей жизни. Я отдаю себя Тебе. Я жажду Тебя и принимаю Тебя своим спасителем, целителем, помощником. Я принимаю Тебя сегодня». Это все, чего Он ждет. И не обязательно, чтобы это были именно эти слова. Все сводится лишь к тому, что вы отдаете Ему себя. И Он вас примет. Любого мужчину, любую женщину, любого мальчика, любую девочку. И если вы сегодня это сделали, мы хотим подарить вам эти книги. Или, возможно, вы недавно родились свыше, где-то в другом месте, еще мало обо всем этом знаете. Тогда мы и подарим вам эти книги. Пять книг. Одна из них — «Сила праведности». Это происходит с вами, когда вы рождаетесь свыше. Это дает вам власть на земле. Не наша праведность. Но мы принимаем Его праведность. Вот почему не важно, какое у вас прошлое. Его праведность, Его жизнь сотрет всякий грех, как если бы его и не было. Отдайте себя Ему и уделяйте время Слову Божьему. Купите себе Библию, закажите эти материалы, которые мы хотим подарить вам. Увидимся с вами завтра. И помните, Иисус Господь! Субтитры подогнал «Симон»!